Она в сфере культуры более 40 лет и ее года, ее богатство. А любимая работа – дело, без которой она не мыслит в своей жизни. Директор Государственного Мемориального Музыкального Музея Заповедника Чайковского, заслуженный деятель искусств России Галина Ивановна Беланович отмечает ювелир. Про таких людей говорят. Голубых кровей. Аристократка не по рождению, а по натуре. Галина Ивановна Беланович – хрупкая женщина с утонченными манерами и безукоризненным вкусом. Ей по душе высокое искусство и классика. И, конечно, ее гений он – Петр Ильич Чайковский. Музей Чайковского был для меня очень интересен. Я посещала все концерты, музыкальные субботы, посещала библиотеку. И, занимаясь в хореографической студии, я все время там брала какие-то и ноты, и другие книги для того, чтобы можно было себя образовывать. Филолог и искусствовед по образованию. Неудивительно, что свою жизнь Галина Ивановна связала с культурой. 73-м молодым научным сотрудником пришла в дом музей Чайковского, а 10 лет спустя стала его директором. Кстати, самым молодым ей было всего 36. Время было очень трудное. Была реставрация музея. И, как смеялись в министерстве, она в своих шелках садилась на самосвал, ехала за песком, за кирпичом. И таким образом находила выход из любой ситуации. Вот эта внутренняя выдержка, это спокойствие внешнее, и никто из нас не видит, что творится при этом у человека внутри. И, конечно, это большое качество Галины Ивановны, которое позволило, наверное, ей сохранить музей. Музей его сотрудники стали для Галины Ивановны второй семьей. И, как заботливая хозяйка, все лучшее она несла в дом. Опыт перенимала в ведущих музеях мира, много путешествовала, присматривалась, чтобы потом воплотить в жизнь свою заветную мечту. Мне хотелось бы, чтобы город наш, наконец, стал настоящим городом международных фестивалей. Чтобы музыка Чайковского здесь присутствовала в таком вот большом масштабе, чтобы город был уподобен Авеньону, Зальцбургу, Эдинбургу, чтобы какие-то выдающиеся музыканты выступали. Не прошло и трех лет, и детище всей ее жизни зазвучало на всю Россию. В музее композитора прошел первый международный музыкальный фестиваль имени Чайковского. Сейчас Галина Ивановна работает над новыми проектами. О возрасте думать некогда. Она полна энергии и творческих идей. Очень важно, чтобы ты занимался любимым делом, чтобы тебя окружали приятные люди, близкие и по крови, я имею в виду семью, и по духу. И, конечно, нужно путешествовать. А мы желаем Галине Ивановне профессиональных успехов, желаем оставаться такой же целеустремленной и преданной любимому делу. Татьяна Барулина, Александр Сидей, Надали Красавина. Новости дня.